Рекорды страны на телерадиоканале Страна.ФМ Вернулись Валерия Майорова и Влад Кутузов. Всем еще раз доброе утро, друзья, телерадиоканал Страна.ФМ Мы с вами 10.04.8 секунд, точное московское время прямо сейчас. Спасибо, очень важная информация. А то кто-то опаздывает или торопится, теперь будет знать. Телерадиоканал Страна.ФМ и Книга рекордов России представляют совместный проект Рекорды страны. Но еще раз мы повторим, что в этом части мы вам расскажем самые интересные, самые яркие, может быть, самые свежие. И самые необычные. Рекорды, которые вошли в Книгу рекордов России. Абсолютно верно. Кроме того, вас ждут рекорды прошлых лет, анонс предстоящих рекордов, где можно будет их, может быть, даже в прямой трансляции посмотреть. И будет у нас викторина. Разыграем кепку с логотипом телерадиоканала Страна.ФМ. Для того, чтобы выиграть, нужно просто очень внимательно нас слушать и очень быстро гуглить, да? Ну и всем хотим напомнить о том, что вы тоже можете, друзья, установить собственный рекорд, если у вас есть желание, рвение какое-то и какие-то способности необычные, может быть, для того, чтобы это сделать. И можете прославиться на всю страну. И, может быть, в следующий понедельник или через, расскажем о вас здесь на Стране.ФМ, что вам необходимо сделать. Все очень просто. Заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, там есть специальный разделчик «Установить рекорд», так он называется. Заполняйте небольшую форму или анкету. И важный момент, вам необходимо иметь российское гражданство. Все. Да, все сказали теперь, если вы имеете некие способности, вы можете уже прямо сейчас приступать. А лучше, знаете, как сделать? Лучше посмотреть этот час вот так вот широко распахнутыми глазами на телерадиоканале «Страна.ФМ», потому что в этом части мы не только рассказываем, мы и показываем. Прямо у нас есть маленькие видеоролики, зато эти видеоролики с очень серьезным большим содержанием. Да, ну не сами, естественно, будем рекорды устанавливать. Хотя я бы был не против, мы как-то об этом все время думаем, но как-то не складывается. У нас просто нет таланта к этому вопросу. Лер, вкратце можем пробежаться, о чем мы сегодня всем поведаем. Значит, толчок гири на высоте более 2000 метров. Такой рекорд был, подробности будут чуть-чуть попозже. Далее будет рекорд о том, как два экипажа преодолели наибольшее расстояние морского пути на двух бронемашинах под названием «БРДМ-2». Обалдеть. И третий рекорд, о котором мы не только расскажем, но и покажем вам его здесь на стороне «ФМ». Самый массовый сеанс одновременной игры в «Го». А также мы расскажем про самое большое количество людей, которые одновременно тренировались со скалками, самая большая коллекция чайных этикеток и многое-многое другое. Но еще раз напоминаем, что будет у нас викторина, где можно будет выиграть кепку от телерадиоканала «Страна.ФМ». Прямо заранее, знаете, запишите себе номер ватсапа и вайбера, он вам пригодится. 8-909-928-189, ну а мы далее приступаем. Будет очень интересно, будьте с нами. Ох, рекорды страны! Прямо сейчас на телерадиоканале «Страна.ФМ» даже Влад Кутузов вот биться в себе тут качал. Я гирю типа поднимаю. А, гирю-то типа поднимаю. Конечно, об этом же рекорд следующий будет, вернее сервис. Слушай, ну типа не очень правильно у тебя получается, мне кажется, как-то там должно быть все это иначе. Но, друзья, давайте ознакомим вас с рекордом, который действительно был правильным, который по всем правилам зафиксирован. 19 июля 2017 года, вот буквально недавненько, Дмитрий Бондарев установил следующий рекорд. Может быть и Бондарев, кстати, да? Я думаю, что все-таки Бондарев, что Бондарев-то, конечно. Ну, не знаю. Дима Бондарев, все прекрасно. Толчок гири называется этот рекорд на высоте более 2000 метров над уровнем моря в течение одного часа. Слушай, а само название это просто поэма. Вес гири 24 килограмма. Рекордсмен поднимал ее попременно двумя руками. И результат 758 подъемов за один час. Да, все это было на высоте более 2000 метров, напомним, над уровнем моря. И прямо сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как, собственно, это все было. Давайте смотреть. Поехали. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Так, ну что, поехали. Ага. Вижу. Вот он и Дмитрий Бондарев. О, вот видишь, как надо. Ты совершенно не так рукой делал. Что, как он легко вообще это делает? Слушай, я не знаю, вообще, разве можно так вот держать? У меня без гири тяжелее получилось. Он на запястье держит эту гирю, это же обалдеть. Мне кажется, у меня переломилось там что-нибудь. Потрясающе. Потрясающе. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну и, знаешь что, давай напомним, что Бондарев Дмитрий Александрович является мастером спорта России. Не просто так человек забрался на гору и как давай вот эту гирю подкидывать. Нет, он готовился, он шел к этому всю жизнь. Рекорд был установлен на высоте 2786 метров. Гора называется Джентау. Находится она в Карачаево, Черкесской республике. Ты еще обратил внимание, какие там красивые пейзажи. Это ведь одно удовольствие в таких пейзажах ставить рекорд. Ну и, кстати, в таких пейзажах, как ты говоришь, еще, между прочим, тяжелее дышать, чем вот просто на земле стоя. Слушай, я об этом не подумала. Давленница-то другое совершенно. Там по-другому себя ощущаешь. Слушай, туда еще надо забраться. Ты представляешь, что ты уже половину сил потратил, которые выделены были на рекорд. Мне кажется, мы после того, как заберемся туда, уже как бы все будет рекорд с нашей страны. Мы там и не заберемся. Друзья, вы тоже можете установить подобный рекорд. Для этого вам нужно совершить на 10% больше подъемов 24-килограммовой гири на высоте более 2000 метров. То есть Дмитрий Бондарев, значит, совершил 758 подъемов. Вам на 10% вы сами посчитаете и сделаете. Вы сами там, да, калькулятор вы считаете. И тогда, возможно, о вас мы тоже расскажем в рекордах страны здесь у нас на телерадиоканале «Страна.ФМ». Действуйте, верим в основу. И совсем скоро расскажем вам еще несколько рекордов. Они будут интереснейшими. Как же прекрасны рекорды страны на телерадиоканале «Страна.ФМ». Слушайте, ну я вот подумала, что если размещается видео, а они размещаются о рекордах, которые наши граждане совершают, наверное, они набирают огромное количество лайков и даже репостов. И люди гордятся, люди хотят следовать примеру. И у некоторых даже получается. Да, прямо сейчас продолжаются рекорды страны. На «Стране.ФМ», как всегда, по понедельникам с 10 до 11 утра. Совершенно доброта. И очередной рекорд у нас далее. Итак, друзья, внимание, внимание, еще раз. Внимание! 23 июля 2017 года. Совсем недавно, да. Ну, буквально, полмесяца назад, меньше даже. Два экипажа преодолели наибольшее расстояние морского пути на двух бронемашинах «БРДМ-2». Обалдеть! Каталась на них когда-нибудь? Никогда. Вот, поэтому ты не рекордсмен. О, смотри, при этом один из экипажей был женским. Да, Лера, бронемашины в итоге преодолели рекордное расстояние морского пути, а именно 14 972 метра. Слушай, мне вот просто интересно, честно, гипотетически, а как они все это преодолевали? Как они преодолевали? Как, да. Ты удивишься, у нас есть уникальная возможность все это прямо сейчас увидеть. Давайте смотреть скорее. Очень интересно. Поехали. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Итак. Видим экипажи, красивые, улыбчивые. И девушки красивые какие, слушай. Ты как будто удивилась, конечно, красивые девушки. Не-не-не, просто радуюсь. Так, вижу. Бронемашины самые настоящие, между прочим. Обалдеть! Видите, правда, прям в плавь поплыли. Ты посмотри. Вот это да. Причем не просто поплыли, а 14 972 метра. Вот на чем нужно в городе передвигаться. Почти 15 километров. Что у нас не глохнет в лужах. Вот только бронемашины. У нас не такие глубокие. Бывает, бывает. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну и давай-ка важную информацию расскажем. Рекорд был установлен в рамках мероприятия «Керчевский десант. Дорога мужества». То есть было такое мероприятие. Два экипажа на бронемашинах вышли из Тамани и прибыли в Керчь. И опять-таки хочется отдать должное, что одна из групп, один из экипажей был полностью женским. Так что кто скажет, что кататься на бронемашинах не женская задача, вы не правы. Ну и, кстати, еще важный момент. Рекорд этот был посвящен памяти о Керченско-Эльтингенской десантной операции Великой Отечественной войны. Ну и у вас, друзья, есть шанс, как и все остальные рекорды побить, так и этот тоже. Для этого вам необходимо, значит, они на бронемашинах преодолели морской путь 14 972 метра. Вам нужно прибавить к этому 10%. Да-да-да. К этому расстоянию. Прибавьте к этому 10%. И смело регистрируйтесь на сайте книгарекордовроссии.ру. Напомним, что очень важное условие быть гражданином Российской Федерации. Ну, сами понимаете, потому что книга рекордов России. Все достаточно просто. Ну а прямо сейчас рекорды страны у нас продолжаются. И через несколько минут расскажем об очередном удивительном и уникальном рекорде. Будьте с нами. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ну что, телерадиоканал «Страна-ФМ» и книга рекордов России продолжает вас знакомить с рекордами страны. И у нас на кону совершенно удивительное мероприятие с огромным количеством участников. И вот тут написано для тех, кто не знал. Я действительно до этого дня не знала, что это. Ты про гол? Я про гол. Ну, давай с самого начала. Итак, друзья, 21 мая 2016 года в Санкт-Петербурге был установлен национальный рекорд. Самый массовый сеанс одновременной игры в игру, простите за тавтологию, «Гоу». Не «Покемон Гоу», а просто «Гоу». Валерия, «Гоу» — это интеллектуальная настольная игра, правила которой практически не менялись по разным данным от трех до пяти тысяч лет. Вот и секрет. Интеллектуальный и «Валерия». Понимаешь, где все это находится? Ну да ладно. Сама это сказала, замечу. Так вот, установление рекорда на Малой Конюшиной улице в Питере собрались 27 сильнейших игроков России, которые сражались против 191 соперника. Причем все это происходило одновременно. Всего в сеансе одновременной игры в «Гоу» приняли участие 218 человек. Всего за сеанс одновременной игры была сыграна 141 партия. Слушайте, ну круто. Жалко не говорить, сколько по времени они играли. Мне кажется, на месяцок-то. На месяцок? Из истории. Ну давай посмотрим, у нас же есть ролик или фотографии. Конечно, давайте смотреть. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Итак, друзья, игра в «Гоу». Мы сами ни разу не видели, как это все происходит. Вот оно происходит действительно. Там дети сидят. Ну если дети смогли, я смогу. Ну это похоже на сеанс одновременной игры в шахматы, да? Примерно то же самое. Куча столов игральных стоит, игровых. И вот там огромное... Детей, кстати, много достаточно. Много, да. Подростков много, между прочим. У меня, между прочим, двоюродный племянник очень хорошо играет в шахматы. Ну я так просто хвастаюсь, что у меня гены неплохие. А я в шашки могу. В шашки могу? Ну шашки я тоже могу. Это легко. Сыграем. А вот в «Гоу» интересно. Не знаю. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Знаем, что правила давно не менялись. Вот легко или нелегко играть, не знаем. Но, наверное, интересная игра, раз собрала на такое огромное количество людей. Ну, во-первых, смотрите, серьезная штука достаточно. Потому что организатор мероприятия Российской Федерации «Гоу». Серьезно, да? Она есть на самом деле. Но, собственно, ни дождь, ни ветер, ни плохие погодные условия не помешали участникам сеанса получить настоящее удовольствие игры. Мы это только наблюдали прямо сейчас. Не всем везет с погодой, как нам вчера. Мне кажется, радостны были даже те, кто проиграл. На мероприятие собрались абсолютно разные игроки. Тоже мы об этом говорили. Именитые профессионалы и новички, впервые сыгравшие в «Гоу» вживую. Может быть, они там онлайн как-то режутся. И жители города и гости из самых разных уголков страны. Челябинска, Петрозаводска, Владивостока. Взрослые и совсем юные любители игры. Ну и, кстати, вот специалисты отмечают, что игра «Гоу» пришла в Россию относительно недавно. Тем не менее, с каждым годом участников этой замечательной игры количество растет и растет. Растет и растет. И даже они ставят рекорды. Да, российские спортсмены уже не раз завоевывали золото на европейских чемпионатах по игре в «Гоу». Ну и подводим резюме некое. Друзья, для того, чтобы побить этот рекорд, все возможно, вы можете это сделать. Для этого необходимо, чтобы в сеансе одновременной игры в «Гоу» приняло участие на 10% больше, чем в установленном рекорде. А в установленном рекорде их было сколько? 218 человек. Ой, да, удачи вам с этим. Нам вообще в другую галактику не пора. Нам и в этой галактике замечательно. Самое замечательное, что нам хорошо в этой стране, где мы ставим постоянно всякие разные рекорды. А почему нам романтика тоже близка? А романтика у нас... Потому что в любом практическом рекорде есть в какой-то степени доля романтики, между прочим. Ну, тут вот, знаешь, речь пойдет не об одном рекорде, а о нескольких. Кстати, друзья, мы вплотную подошли к тому моменту, когда мы будем разыгрывать кепку с логотипом телерадиоканала «Страна.ФМ». Она эксклюзивная, ее нигде не купить, ее вам никто не подарит и не продаст, потому что ее можно только выиграть здесь. Ну, мы можем подарить, да? Ну, конечно, кто же еще? Конечно, мы. Ну, кстати. Конечно же, он касается рекордов нашей страны. Итак, вы прямо сейчас слушайте внимательнее. Произносим вопрос. Давай. Записывайте, может, не забыть. В октябре 2015 года в одном регионе нашей страны было установлено самое большое количество рекордов за сутки, то есть за 24 часа. Обалдеть. Всего в одном регионе было зафиксировано 30 рекордов России. Все это, напомню, за одни сутки. О каком месте идет речь? Три варианта ответа. Вариант номер один – это Московская область. Вариант номер два – это Тульская область. И вариант номер три – Краснодарский край. Итак, еще раз, друзья. Всего за сутки в одном регионе было зафиксировано 30 рекордов России, в каком именно месте все это произошло. Это была Московская область. Тульская область. Это была Тульская область или Краснодарский край. Прямо сейчас пишите 8-909-928-1-89-9. Ватсап и Вальберы принимают участие в этой игре. И давай-ка десятые, кто правильно нам ответит, получат от нас кепку с логотипом телерадиоканал «Страна.ИФМ». Да, абсолютно верно. Еще раз, три варианта. Значит, Московская область, Тульская область или Краснодарский край. Друзья, пишите прямо сейчас. Ждем, и кепочка у кого-то из вас уже практически есть. Практически, да, в руках. Ну и пока мы ждем, давайте расскажем еще некоторые рекорды. Вот здесь есть исторический факт о самой плодовитой матери, между прочим. Да, этот рекорд был установлен очень давно, в 18 веке. Тогда женщины еще не ходили на работу, а то сейчас им некогда плодиться. Да и мы с тобой вряд ли тогда были. Мы с тобой не были. Даже ты не был, вот так вот можно сказать. Даже я, да. Имя матери и героини истории неизвестны. Известно только, что она являлась первой женой русского крестьянина Федора Васильевича. Проживала. Фамилия такая, семейство... Не-не, он просто был Федор Васильев, знаешь, а проживал семейство в Горде Шуи, Ивановской области. Простите, я правда думал, что проживала. Смотрите, женщина-рекордсменка родила в общей сложности. Это просто фантастика. 69 детей, из них 16 пар близнецов, 7 троин, да, правильно, так, 7 тройняшек, короче, было. Тройняшек. И 4 четверняшки. Абсолютно верно. В общей сложности 27 рождений. Мам, дорогая. Прям низкий поклон. Причем, мам, дорогая, в прямом смысле этого слова. Да, обалдеть, обалдеть. И мне кажется, тут даже уже ни один другой рекорд не влезет, потому что мы так поражены этим рекордом, что мы его должны осмыслить. Да, Влад? Слушай, я даже пытаюсь как-то по времени все это разнести, значит, 20-27 рождений. Ну, там четверняшки. Ой-ой-ой, это же каждый год практически. Всем бы так, да. Совсем скоро вернемся к вам, расскажем еще больше рекордов, а там еще ближе к концу подведем итоги. Слушайте, ну рекорды, прямо они нас тут породили. Порожевала особенно. Я скоро, знаешь, пойду на рекорд оговорки майоровой в эфире и войду в рекорд страны. И сама же о себе расскажешь. Сама же о себе расскажу, да. Это будет круто, мне кажется. Слушай, смотри, еще один уникальный рекорд совершенно. Самые маленькие валенки. Есть такой рекорд. В феврале 2012 года Анатолий Каненко из Омска и Валерий Соколов из Кинишмы представили совместное творение. Самые маленькие валенки в нашей стране вообще. Изготовлены они были методом мокрого валяния, то есть по-настоящему, как большие делаются, так и маленькие сделали. Длина ступней самых маленьких валенок составила 0,9 миллиметров. Это у кого же такая ступня? Хотел бы я посмотреть. Вот толечка вообще. Как клевша, который благородка. На кого их надеть? Но тем не менее, все-таки это вот такой был рекорд. Слушай, ну и вначале я обещала, что расскажу про самое большое количество людей, одновременно тренирующихся со скалками. Этот рекорд был установлен в Казани. Всего во флэш-мобе приняло участие 730 человек. 730 человек одновременно прыгали со скакалками, простите. Все. Майоры чая больше не наливать. А есть еще, между прочим, один рекорд, о котором тоже не смогу не рассказать, потому что очень люблю еду. Самый длинный бутерброд с беконом в нашей стране. О-о-о-о. Итак, бутерброд-гигант был приготовлен в декабре 2016 года. Бутерброд в известном московском торговом центре. Внимание, длина бутерброда составила 40,15 метров. Весил он, знаешь, сколько? Нет. 118 килограммов. Слышишь, как здорово. Люди ходят вокруг, обгрызают по краешку. Да, хорошо, а поднять нельзя. А поднять нельзя. Никак просто. Слушай, если мы уж про бутерброд заговорили, надо чаем их запить. Самая большая коллекция чайных пакетиков, между прочим, зафиксирована в станице Ново-Малороссийской, я теперь боюсь уже в чем-то ошибиться, в Краснодарском крае в апреле 2016 года обнаружилась большая коллекция чайных этикеток. Хозяйка этой коллекции, чухно Ксения Сергеевна, собрала 306 чайных этикеток. Разумеется, все они абсолютно разные. Ну, круто. Пора переходить к победителю, Валерия. Давай переходить к победителю, давай зачитывай вопросик еще раз еще. Итак, друзья, наибольшее количество рекордов, установленных в одном регионе нашей страны за 24 часа, мы спрашивали, где это было зафиксировано в Тульской области и в 10-м или 10-й, кто там у нас, правильный ответ, от кого пришел. Я не знаю, тут человек не подписался, но номер абонента заканчивается на 4504, мы вас поздравляем. Тульская область, это правильный ответ. Да. Вы получаете кепку с логотипом телерадиоканала страны. Вне эфира с вами свяжутся, вам подробно расскажут, как вы получите свой подарок. Ну, а мы, друзья, с рекордами на сегодня закругляемся. Да, потихонечку заканчиваем. Напомню, что если вдруг вам вздумается установить рекорд, ничто и никто вас не сможет остановить. Пожалуйста, сделайте это. Заходите на сайт книгарекордовроссии.ру, там есть специальный раздел «Установить рекорд», так он называется. Заполняйте специальную анкету, специальную форму и принимайте участие в этом замечательном деле. Ну и самое главное, чтобы у вас был паспорт Российской Федерации, гражданское российство. Да, гражданское российство. Ты продолжаешь. Остановись, Валера. В понедельник, да. Спасибо всем, кто был эти четыре часа с нами, было весело и классно. Тут фестивальный Влад Кутузов. И Валерий Майоров. Кстати, рекорды страны уже в следующий понедельник, как всегда, в 10 утра здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ». Всех любим, целуем, встречайте Романа Шахова. Пока-пока. Пока. Рекорды страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова